В человеке каждый раз пробуждаются новые решимоты, к которым у него нет опыта, как их преодолеть, у него нет сил, у него нет ничего, кроме окружения. Так, чтобы с помощью окружения он бы мог найти правильную форму, использование нового состояния, каждого из мгновений. Потому что эти решимоты, которые раскрываются, это именно решимоты от соединения с новым окружением, которые пробуждаются, и с решимот внутри человека, так и внешнее окружение пробуждает решимот. Для этого же получается, что «я» — это как клепа. Это «я», это «клепа», «я», моего «я». И здесь внутри решимот от разбиения. Моей души, скажем так. А здесь снаружи окружение или души, души других. Эти решимоты пробуждаются, согласно программе общей. К чему они пробуждаются? Чтобы я соединил свою душу с остальными душами. И здесь тоже напишем решимот от окружения. Окружение всегда тоже новое. В ней тоже решимот. И только я должен связать между ними. Вот и всё. И так я должен каждый раз это состояние описывать. Есть окружение, есть. Я решимот, который пробуждается во мне для того, чтобы соединиться с окружением. Я должен поэтому в окружении искать силы, реализовывать эти решимоты. Во мне нет сил. Что называется, что они есть в окружении, и в окружении их тоже нет. Но если я стремлюсь к окружению, кричу им «Спасите!» Они тоже действуют на меня таким образом и дают мне свет, возвращающий к Источнику. Почему? Потому что я обратился к ним в том, что я хочу соединиться с ними. Я как бы раскрываю, что в них находится высшая сила. В них сила Творца. И в окружении она раскрывается в соединении между душами. Я смотрю, если я правильно отношусь к окружению, я вижу в нём идеальное объединение всех, кроме себя. Я единственная клетка во всём организме, которая не соединена. И когда я отношусь к ним, я как будто бы отношусь к силе Творца, которая там присутствует. Я вдруг обнаруживаю, что кроме меня всё это Кли, в котором находится свет. Я чувствую себя за пределами творения. И группа тогда — это не группа, это человечество, не человечество, и весь мир. А всё это Шхина, в которой присутствует свет, и я нахожусь вне её, и я хочу соединиться. Тогда я нахожу там и Кли, с которым я должен соединиться и свет, который подействует на меня и соединит меня. И так, каждую секунду в жизни, если человек старается поставить себя относительно ближнему, относительно миру, относительно реальности, то он реализует, и это правильно. И никогда у него нет проблем сверх того, что он способен сделать. Всё устроено таким образом, оптимальным. Он, окружение, всякие проблемы, всякие страдания. Всё для того, чтобы сформировать правильно всю эту сцену. И это он должен каждую секунду над этим работать. Это называется раскрывать Творца.